Но характер и самоконтроль, то есть характер это женская часть психики, самоконтроль мужская, это одно и то же. Вот допустим, если мужчина контролирует себя, у него какой характер? Хороший. А у женщины хороший характер когда? Когда она себя контролирует? Забудьте, женщина не может себя контролировать. У женщины когда хороший характер? Характер, когда она старается всех любить. То есть если женщина обо всех заботится, у нее будет отличный характер. Отличный характер. Но запомните, у мужчины характер подвижный. Вот смотрите, внутренний психический, есть наружный психический цилиндр, он из двух состоит, первый, второй. И внутренний из двух, первый, второй. Наружный, у мужчины тугой. И первый, второй мужчина тугой. То есть это значит, что у мужчины и настрой тугой, и желания тугие. Но вот смотрите, дальше интересно, во внутреннем психическом цилиндре сила воли у мужчины подвижная. Он может ее поменять, понимаете? Он может стать волевым, если он захочет. Вот допустим, мужчина если захочет, его желания не будут подвижными. Если он уперся в что-то хочет, он его не свернешь. Ему очень трудно поменять желания мужчине, понимаете? Вот он хочет этого и все, хоть убей его. Трудно поменять желания. Вот заметили, да? Мужчина что-то захотел, ничего с ним не сделаешь. В Америку гад такой. Все, ничего не сделаешь, вот тут убей его, все. Никак не поменяешь, потому что тугие желания у мужчин. Но воля у мужчины динамичная. Понимаете? То есть мужчина, если захочет бросить пить, бросит. У него воля динамичная. Но ему надо захотеть, вот в этом проблема. Помочь ему захотеть надо, чтобы кто-то помог ему захотеть. Он тогда бросит, если он захочет. Это динамичная вещь. Сила воли. И самоконтроль у мужчины тоже динамичный. Мужчина может всегда контролировать себя. Любой мужчина, вы говорите, этот мужчина не может контролировать себя. Может, если захочет. Любой мужчина может законтролировать себя. Теперь о женщинах. Запомните, женщина, даже если захочет, менять свой характер ей очень трудно. Потому что внутренний психический цилиндр у женщины, в отличие от мужчины, имеет статическую природу. Это значит, вот какой характер есть, такой есть. Допустим, женщина обидчивая. Вот у нее такой характер. Мужчины, понимаете, ничего не сделайте. И она с собой ничего не сделает. Поэтому она и выходит замуж, чтобы тот с ней что-то сделал. Она сама не может с собой ничего сделать. Но у всех женщин Бог дал характер какой? Чистый. Что значит чистый? Это значит, в характере у всех женщин проявлена нежность, заботливость, доброта, сострадание, скромность и так далее. Понимаете, это естественное качество женщины. У мужчины характер чистый? Смеются женщины. Чистый или нет? Нет. Но мужчине легко менять свой характер. Видите, как Бог сделал? У женщины чистый характер по природе, но менять его тяжело. Ну, то есть, у нее есть чистый, внутри, как бы, в основе у женщины хороший характер. Но снаружи, ну, как бы, что у нее снаружи? Капризность, обидчивость там и так далее в характере. Это все есть. И с этим трудно что-то сделать. Но основа хорошая у женщины. У мужчины основа характера хорошая? Нет. Почему? Потому что мужчина – это тот, кто должен менять. Мужчина все должен менять. Понимаете? Поэтому он имеет характер такой тяжелый с точки зрения отношений. Мужчина у любого тяжелый характер, потому что ему надо все менять. Если бы не было мужчин, ничего бы не менялось в этом мире. Все бы было, как было. Понимаете? Но мужчина может поменять также и свой характер. Он может сделать его золотым. Вот, допустим, женщина говорит, что у тебя плохой характер, я с тобой не буду жить. И это невозможно поменять. Вы ошибаетесь. И ваша ошибка будет чего стоить? Вы бросили мужика этого? Он свой характер поменяет и достанется кому? Другой тетке. А вы будете кусать себе чего? Локти. Потому что мужика хорошего найти очень сложно, который бы поменял свой характер. Если вы уже мужчину заставили поменять характер, так что его бросать? Как мужчину заставить поменять характер? Надо быть на расстоянии, как будто бросаю. В этот момент мужчина включается, он... И начинает быстро менять свой характер, чтобы его не бросили. Понимаете, вот мудрость женщины. Женщина на расстоянии, когда находится, когда думает, что я не могу, и уже не хочет с ним жить. А надо до этого не дотягивать, надо на расстоянии раньше выходить. Типа бросаю, но не бросать при этом. И он сразу становится хорошим. И на всю жизнь потом, понимаете? Включили мужика, все, потом пейте чай, сидите. Самоконтроль. У женщины самоконтроль подвижный, то есть слабый. А у мужчины статичный, то есть сильный. Вы говорите, почему тогда мужчины пьют, вот женщины не пьют, почему мужики пьют? Почему они развратом занимаются? Потому что мужчины, у них есть две направленности жизни всего. Или вверх, или вниз. И направленность жизни, именно она определяет, как будет жить мужчина. Поэтому, женщины, вы посмотрите, куда направлен мужчина. Допустим, он крутой, статный, там много денег, но он склонен, такой в расслабухе живет. Он направлен вниз. Значит, скоро вы увидите его деградацию. Теперь мужчина, наоборот, не развитый вообще, как бы ничего нет, работы нет. Но он развивается, работает над собой. Значит, скоро вы увидите его прогресс. Что такое самоконтроль? Это значит, что мужчина будет двигаться туда, куда он двигается. У него будет поступательное движение. Если мужчина хочет балдеть, значит, будет деградировать. Если он хочет работать над собой, значит, очистится. У мужчины есть только два направления в жизни. Запомните это, женщины. Третьего не бывает. Или мужчина развивается вверх, или деградирует. Все. А женщина статична в плане развития. То есть, ее развивает среда, в которой она живет. Мужчина сам себя развивает, женщину – среда. Поэтому женщине нужно выбрать среду хорошую для своей жизни. Запомните, негативные проявления – жадность, скупость, депрессивность, жестокость, непредсказуемость, безверие, безволие, истеричность. Все эти вещи влияют на нервную систему человека. Это самая глубокая нервная система и гормоны. Это самые глубокие функции человеческой жизни. И они находятся в четвертом психическом цилиндре. И если мужчина ленивый, значит, будет страдать психика и нервная система. И если женщина истеричная, не хочет менять свой характер, будет то же самое. Самые глубокие функции человеческие, его адекватность, его возможность быть разумным, его возможность нормально воспринимать мир находится там. Поэтому женщина не имеет права иметь плохой характер. Ну, то есть она имеет право быть капризной там. Иметь плохое настроение имеет право. Она не имеет права быть жестокой по отношению к людям. Не имеет права быть недоброй, несострадательной, неотзывчивой, неласковой, неверной. Она не имеет на это никакого права. Если эта женщина становится жестокой, неласковой, неверной, неотзывчивой, значит, она разрушает всю свою жизнь. Точно так же мужчина, который теряет самоконтроль, разрушает всю свою жизнь. Женщина должна быть лучшей половиной человечества, она должна быть доброй по своей природе. Это ее основа жизни. А мужчина должен контролировать себя. Это его основа жизни. И так люди могут жить счастливо, если они эти принципы главные понимают. Четвертый психический цилиндр или психика человека тоже лечится. Не то, что психическое заболевание означает до свидания. Чтобы вылечить психическое заболевание, нужно учиться раз в неделю ходить 4 часа или бегать 2. Нужно учиться поститься 2,5 суток на воде раз в 3 недели. И нужно учиться неподвижно, неподвижное положение тела, допустим, стоять неподвижно 50 минут. Если вы можете это делать, вы не заболеете психическим заболеванием. А если вы болеете, вы вылечитесь. Дойдете до четвертого цилиндра и все. Некоторые думают, невозможно вылечить психическое заболевание. Почему? Потому что мало кто знает эти законы. Я вам рассказываю о законах жизни. Чем глубже человек лечит себя, тем дольше он живет. Сколько хотите только сказать, сколько лежать, да? Хорошо. Если вы 3 часа 40 минут идете бодрым шагом или в развалочку 4, то вы, несомненно, прочищаете все свои 4 психических цилиндра, и ваша жизнь будет длиться не менее 75 лет. Это самый минимум, а скорее всего больше 80. Это надо делать раз в неделю всего. Если вы поститесь 2,5 суток, то вы прочищаете, несомненно, все свои 4 психических цилиндра. И в таком случае у вас не будет деменции, у вас не будет Альцгеймера, у вас не будет никакой старческого маразма. Вы до самой старости будете иметь ясное мышление, хорошую память, и вы будете в возрасте мудрым человеком, а не слабоумным стариком. Запомнили? Если вы поститесь 2,5 суток, раз в 3 недели, никогда слабоумие не настигнет вас. Да? Там вот замечательный контроль, и советом молодому человеку помогут на стартных цилиндрах. А это и есть самоконтроль. Вот смотрите, если... Это не было советом таким, вы не поняли. Я ему посоветовал разобраться с женщиной, а потом разбираться с мужчиной. Но если он с женщиной разобрался, а мужчина все равно пристает, надо ему сказать, «Эта женщина хочет быть со мной, не трогай ее». И если он не хочет слышать, он влияет на ее сознание женщиной, то тогда самоконтролем для мужчины является разбить ему лицо. Это не является гневом. Это долг. Вот он не хочет это делать, но это долг. Не понимаете? Нет? Вот, допустим, на вас едет танк, вы на войне. Что для вас самоконтроль? Бежать от танка или стрелять в него? Стрелять. А кто войну? Женщины ведут или мужчины? Мужчины. Так вот это то же самое. Мужчины иногда воюют, а иногда нет. Если мужчина тебе объявил войну, воюй. Если нет, не воюй. Понимаете? Если мужчина бежит, он теряет себя. Свою жизнь теряет. Если он идет вперед, он сохраняет себя. Бог поможет ему всегда, если он идет вперед. Но воевать можно по-разному. Не обязательно под амбразуру лезть. Есть разные тактики. Понимаете? Не обязательно ему разбивать лицо. Может, друзья это сделают. Кто его знает. Я с тебе говорил, не надо этого делать. Я с тебе говорил, ну что ты так делаешь? Зачем? Вставай давай, вставай. Пойдем. Тебя мои друзья побили, потому что они меня любят. Пойдем. Больше никогда не смотри на эту девушку. Она моя. Понимаете? А так ты хороший парень, конечно. Все. Мои дорогие друзья, каждый должен делать свое дело. Жизнь. Мужчина мужская, женщина женская. Время ваших вопросов. Много было вопросов. Задавайте. Что вы хотели, да? Вопросик. Сейчас микрофончик, да. Алик Геннадьевич, скажите, пожалуйста. Вам вообще читать такие лекции вам интересно было? Очень интересно. Спасибо. А то вы какие-то все такие. Хорошо. Да. Алик Геннадьевич, скажите, пожалуйста, а йога-нидра, позже шаваса, не рассчитывается за сдвижное положение? А вот самый лучший способ неподвижного положения тела это лечь вот так и расслабиться. И поспать. Отлично. Вообще супер, правда? Неподвижное положение тела. Нет. Как неподвижное положение тела, нет. А йога-нидра нужна для другого. Йога-нидра — это способ приводить свои глубокие функции в порядок. Вот сейчас я вам приведу пример. Вот смотрите, допустим, само по себе лежачее положение не означает что-то плохое вообще в принципе. Всё зависит от того, чего вы хотите. Вот, допустим, если я хочу заглянуть в будущее своей жизни или разобраться с прошлым, то для меня самое лучшее — это лежачее положение тела. Но при этом я не должен спать. В состоянии между сном и бодрствием человек очень много может почувствовать понятия своей судьбы. И для этого нужно лежачее положение тела. Если не спать, то глубокое постижение возможно, если у человека хватает на это знаний и чистоты. Понимаете, лежачее положение тела открывает другой мир перед нами, который мы просто так в бодрствии не увидим. Вот когда человек встаёт, он входит в свой контакт, в контакт с феноменальным миром в своём сознании, то есть с миром, в котором он живёт. Но если он лежит, то он в другом мире находится. Он находится в мире своего прошлого и своего будущего. Понимаете, он может в это время легко сконтактировать с тем, что было в его прошлых жизнях, что будет в будущем, когда он лежит. Поэтому само по себе лежачее положение тела это хорошо, но здесь нужен самоконтроль. И что такое йога-нидра? Это когда тебе кто-то этому самоконтролю помогает, когда твои мысли слабы, ты в лежачем состоянии сразу засыпаешь, ты не можешь себя контролировать. Тогда в этом случае кто-то тебе говорит, подумай о том, о сём, убери сердце то-то и всё прочее. И человек, когда он лежит, он в таком полудрёме находится, он может очень легко разобраться с тем, что у него внутри, убрать обиды там, настроиться правильно, понять объём работы вот своей судьбы и так далее. Вот это йога-нидра, она этим занимается. Причём это чечение организма. Вы поймите, дорогие мои друзья, попытайтесь во всём разобраться. Вот допустим, я делаю наклоны, это надо или нет? Зарядку, раз, два, три, четыре. Это надо для того, чтобы хорошо работать в течение дня, чтобы была концентрация, чтобы был иммунитет хороший, понимаете? Чтобы не заболеть гриппом, нужна зарядка. Но когда я длительно иду непрерывно, это не зарядка, это называется аскеза, которая направлена на очищение характера, на очищение здоровья и на увеличение продолжительности жизни. То же самое пост на воде длительный и то же самое неподвижное положение тела. Это не зарядка. Неподвижное положение тела выматывает человека и длительная ходьба тоже, но она вызывает очищение и продление, и улучшение, понимаете? То есть зарядку сделал, что получил? Бодрость. Длительную ходьбу сделал, бодрость не получил. Весь этот день тебя расслабит, тебя будет такой вялый день, но зато ты что получил? Победа над судьбой. Вот завтра мы не будем бодрость получать, мы завтра будем вытаскивать из глубины тяжелое и разрушать это все. Понятно мы чем? Мы завтра не будем настроение поднимать. Если кто-то хочет поразвлекаться, завтра не надо приходить. Завтра не будет развлечения, завтра будет победа над судьбой. Мы будем вытаскивать изнутри глубокие вещи и разрушать их все ненужные. Вот кто-то с вас в прошлый раз был на этом ретрите, я желаю всем счастья, и почувствовал сильное облегчение в жизни. Судьба переломилась. Вот этим для этого он предназначен. Кстати, кто не записался, то уже поздно. Там мест уже нет. Но мне кажется, все равно пустят, если вы придете. На ступеньках придется посидеть. Ладно, ваши вопросы. Олег Геннадьевич, так все-таки какое упражнение? Просто стоять, не двигаться? Ну, если терпение увеличить, то да. Теперь вам нужно терпение, не двигаться. Ваш вопрос сзади, девушка, в белом. Мы по лекции, да, вопросы по этим вот эмоциям, там сила, настроение, сила воли, характер, самоконтроль, желание, мысли. Разобрались, кстати, с этими вещами со всеми? Поняли, да, где что находится? Что эмоции поверхностнее, чем мысли. Мысли поверхностнее, чем настроение. О настроении поверхности, чем характер. У меня вопрос по поводу вот уступчивости женской. У меня наоборот, как бы, слишком доброе, мягкое сердце, поэтому я вот подругам могу часто выступать, на работе, вот в мужском коллективе. это называется не уступчивость, это называется слабость сердца. Ну да, вот. Это не мягкость, не путайте. Слабость сердца, это отрицательная черта характера. Понятно. Просто я не понимаю, когда, что такое уступчивость. Уступчивость, это доброта, а слабость сердца, это попустительство. Вот, допустим, если человек употребляет как наркотики, говорит, ну дай мне денежек на наркотики, то добрый человек ему не даст денег на наркотики, а слабый даст. Вот в этом разница. Ну, то есть, если вы делаете что-то человеку, это разрушает его жизнь, это не является мягкостью сердца, это является слабостью сердца. Мягкое сердце означает сердце, которое хочет помочь кому-то. Вот это мягкое. Вот я хочу вам помочь. У меня сейчас в это время мягкое сердце. Но если вы захотите делать глупость, я буду тверд, как скала. Как только вы мне скажете, у меня завелся любовник, я сразу стану твердым, как скала. Мягкость закончится на этом. Понятно, да? Попустительство всегда от привязанности идет. Допустим, если вы не можете, не хотите терять работу, вы начинаете унижаться перед начальником. Ну, то есть, привязаны к работе какой-то. Всегда жизнь ставьте выше, чем желание. Ну, допустим, хочу вот на этой работе, но все начинают там вести себя плохо. Поначальник наглеет, заставляет вас сверхурочно. Это значит, вы привязаны там к этой работе. Ну, и поставьте свою судьбу выше. Скажите, я буду работать столько, сколько мне нужно. По-доброму. Это называется твердость сердца. Здесь не нужна мягкость, здесь нужна твердость, потому что включились ваши привязанности, их почувствовали и начали их эксплуатировать. Вы, допустим, привязаны к своему мужу, он начал наглеть, он начал пользоваться этим и вести себя жестко с вами. Проявите твердость духа. Здесь мягкость не нужна. Спасибо. Спасибо.